Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а у нас в гостях скульптор Александр Рожников, который уже не раз был гостем нашей программы. Напомню, что академик Российской академии художеств, член комиссии по наградам правительства Московской области, заслуженный художник Российской Федерации. Александр, здравствуйте! Чем скульпторы? Вообще есть такое понятие, как летний отдых, отпуск, когда вы не подходите к глине или к любому другому материалу? Еще раз здравствуйте! Что касается понятия отдых, оно конечно есть, как у всех нормальных граждан. Сколько вы отдыхаете? Месяц, два, три? Мы с семьей ездили в конце июля в Абхазию на 10 дней, в знаменитый курортный город Гагры. Там говорят все по-советски еще немножко. Есть такое ощущение? Там натуральный Советский Союз. Правда, гостиница четыре звезды, очень приличная, причем спа-гостиница с процедурами. Прекрасный массаж настоящая. Тайка делала массаж общий, так что вот как бы в этом в этом плане они стремятся, так сказать, к европейскому сервису. Создать уровень. Да, ну а в основном Советский Союз. Но чистое море, теплая, галечка. Причем где-то километрах в 40 Сочи, там вот как раз в этот период были проливные дожди, Сочи. Да. Практически затопило, а у нас было солнце. Ну так дождь... То есть чуть-чуть стороной прошло. Да, дождь покапал немножко, но ну был очень классно. Мы съездили опять на озеро Рийца, так сказать, поездили там по достопримечательницам Абхазии, купили меда на пасеке. Причем вот экологически чистого там у них заповедная зона есть. Свой собственный. Да, 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 да. Ну естественно вина, барик купили. Но это 10 дней. Это 10 дней, да. Но это же мало. Ну уж как бы отдых он разбивается на несколько частей. Там недельку, тут 10 дней. В зависимости опять-таки от загрузки. Вот сейчас есть несколько, будем говорить так, заказов перспективных. Эскизные проекты я сделал. Теперь ждем решения, так сказать, заказчика. Нужно уносить правки, не нужно. Ну и дальше пойдет уже, так сказать, чисто практическая часть. Ну вообще, правильно, наверное, да? Вот как у людей обычно есть такой стереотип, что художник, вот он в принципе 365 дней, вот сегодня он не хочет работать, он не работает. А завтра на него что-то снизошло, он, значит, работает. То есть такой ненормированный рабочий день. Так можно сказать? Да, можно и даже нужно, потому что нельзя себя заставить создать произведение искусства. Да, есть тема, но, как правило, все темы уже разработаны. Уложишь два направления. У вас есть одно направление, это когда заказ. А заказ, он, как правило, опять же, подразделяется на две части. Это я так понимаю, может быть, вы потом скажете по-другому, что один заказ конкретно, да, какого-то человека нужно, тут какое-то сходство, да, должно быть. Второй заказ, это когда вам дается конкретная тема, и дальше вы уже сами, что называется, фонтанируйте. И второе главное направление, это когда вы делаете то, что вам захотелось, что вот, ну, как художник, вы видите. Ну, в принципе, вот я для себя это не разделяю. Это уже десятки лет оно уйдет, так сказать, государственный заказ, там, муниципальный заказ, частный заказ, какая-то творческая вещь. Даже творческая вещь, она, в принципе, становится коммерческой. То есть ты делаешь какую-то красивую скульптуру, отливаешь ее в бронзу, и можно с выставки, либо с аукционной ее продать. Ну, я имею в виду все равно то, что обычно делается. Что вам захотелось сделать. То, что заказ – это одна история, а второй вариант – это то, что вам, как вот вдруг вы увидели такую фигуру, или что-то вам захотелось, да, изготовить. Ну, если как бы ближе к этой теме, то, в принципе, я делаю одновременно несколько работ. Вот сейчас у меня одна работа – это памятник Герою России посмертно. Параллельно я сделал портретную композицию, посвященную Мисс Вселенной. 2002 года Оксане Федоровой. В этом году 20 лет, как она стала Мисс Вселенной, и в декабре ей будет 45. То есть, вот, надеюсь, в декабре этот композиционный портрет, который называется «Мисс Вселенная Россия», она же единственная россиянка, которая стала Мисс Вселенной. Достойная, достойная. Вот. Очень такая пространственная, космическая композиция с портретным сходством. Она должна в сентябре ко мне приехать посмотреть, и если как бы все хорошо, то мы отдаем отливать в бронзе. Вот. Плюс у нас еще очень важная тема для наших любилиц. У нас в следующем году 400 лет, и мы с краеведами уже готовим, так сказать, портретную галерею, кого бы можно было увековечить в бронзе в знаке, монументальном, посвященном этому событию. В свое время я в 17-м году делал памятный знак Клину 700 лет. Ну и там вот, так сказать, определили основных персонажей, которые, так сказать, несли огромный вклад в становление Клина, как города-крепости, у нас немножко другая история, но достаточно знаковых лиц, которые могли бы в этом уметь присутствовать. Пока мы насчитали 20, ну, может быть, они будут чуть сокращаться по значимости, но тем не менее я нашел, так сказать, поддержку и у руководства города, что такой знак 400-летию должен быть. Я сейчас очень тесно работаю, причем... А знак это имеется в виду, ну, вот есть у города там, вообще у города, да, может быть, герб, гимн, флаг, иногда бывает малый герб, да, как у страны. А что это? Это какой-то почетный знак? Знак – это условное название. Знак – это, как бы, композиция в честь чего-то. В данном случае в честь... Посвящена 4 события. А так это, я планирую, это скульптурная композиция, многофигурная, с некими элементами, ну, может так выразиться, декора, который тот же герб, причем есть исторический герб, есть как бы современный герб. То есть вот сейчас вот это... И это где-то будет, ну, когда все работы завершатся, когда все будет принято, то есть это где-то будет устанавливаться в городе в эти юбилейные дни. Да, именно, ну, я планирую, что это в день города будет открыто. Как в свое время мы открывали в канун Дня города там танцующих на шаре под зонтиком, там танцующих вальс, или там композицию посвящена... Кстати, да, они уже фактически стали историей города, а, казалось бы, совсем недавно происходило. Да, 18-й год, а 4 года, и уже... Трудно представиться. Особенно молодежь говорит, а такое ощущение, что это всегда здесь было. Это, честно говоря, так приятно, это, значит, так попало. Ну, тем более художнику всегда приятно, когда его работа, что называется, живет вместе с ним в его время и показывает вот такие зрительские, в данном случае, результаты. У меня был забавный случай в Коломне. Ага. В 2007 году мне выпала честь там поставить памятник Кириллу Мефодию, основателем славянской письменности. Вот, и как-то год спустя мы там с семьей гуляли, там была экскурсия около памятника этого Кирилла Мефодия, и экскурсовод, она меня узнала. И она, как бы, экскурсии говорит, нам вообще... А вот и сколько... Нам все не повезло, у нас сегодня, говорит, у нас здесь на площади автора, Александр Александрович Рожников. И один дед, который там был среди вот этой экскурсии, он посмотрел на памятник, на меня говорит, да у меня такое ощущение, что тут памятник сто лет стоит, а этот парень молодой тут, я помню, конечно, приятный, комплимент хороший, но памятник в 2007 году. То есть, это говорит о том, что мы настолько вписали его в историческую среду. Я видел этот памятник. В Коломне этой соборной площади, что вот люди воспринимают его как будто там был всегда. Наверное, это логично, потому что, конечно, памятников сегодня много. Мы в одной из программ обсуждали эту историю по поводу таких... Ну, я много тоже езжу по стране и вижу всевозможные довольно странные, на мой взгляд, памятники, которые просто вот для того, что такое, как говорят сейчас, хайп, да, вот, которые вполне могут быть выполнены с точки зрения литья всего достойно, но непонятно, зачем он стоит именно в этом месте, почему именно этот памятник. Вот, ну, это уже, как говорится, о вкусах не спорят, но очень важно, да, когда мы говорим особенно о каких-то музейных, да, комплексах, где надо сохранить максимально, да, ну, максимальную вот эту атмосферу, любое выпадение оно будет бить по вкусу. Ну, честно говоря, мы как бы сейчас, вот я имею в виду сообщество профессиональных художников, мы о вкусах начинаем спорить, потому что года два назад, вы помните нашумевшую историю с Новым Воронежем, когда там Аленку поставили. Да, с Аленкой. То есть непонятно, Баба-Яга это или Аленка. И вот на базе... Там же новая уже вроде появилась Аленка. Ну да, на базе комбината художественного литья в Жуковском, значит, был изготовлен по просьбе одного из меценатов местных, новый вариант и установлен. То есть, вот, ну, нормальный, сказочный персонаж. Потому что, ну, стебаться, конечно, можно, но не такой степени. Ну, не такой степени. Вернемся к знаку. А о работах, поговорим о второй части. Вот в этом знаке работа, вы говорите, идет с краеведами. То есть поднимаются какие-то материалы, какие-то имена всплывают. А ваша задача уже... У нас замечательные краеведы в Люберцах. Причем вот такие люди-фанаты. В самом хорошем смысле этого слова. И я для себя, вот, казалось бы, живу здесь давно, вот, ну, с рождения. А такие вещи новые узнаю. Он буквально на днях был в гостях у потомков знаменитого композитора Глеера. Оказывается, в Красково, недалеко от станции Красково, так сказать, до сих пор часть дома сохранилась. На нем повесили доску мемориальную. Она такая скромненькая, простенькая. Но, тем не менее, она обозначает, что здесь жил и писал музыку великий русский советский композитор. Кстати, он в 50-е годы был председателем союза композиторов СССР. То есть, это величина. А жил у нас в Красково. То есть, вот, место какое у нас тут намоленное. Ну, до Москвы-то недалеко. Почему же там греха треет? Да. Я когда в детстве тоже родился и жили мы в бараке на Пихорке, в поселке Красково, и лет, наверное, до 15 мне и в голову не приходило вообще, где я родился и где живу. Дача Горького Алексея Максимовича, Чехов там, злоумышленника писал именно тут. И Сенин, который сюда приезжал в гости. Ну, вообще, дом Телешева и вот этот наш летний театр, кто там только не был. Там и Дункан с Есениным было, и вообще весь Бомонд. Ну, кстати, тоже, наверное, хорошая идея. Одно дело знак, а другое дело, когда, если вы продолжите такое вот общение с краеведами, то что очень важно, чтобы это было действительно с научной точки зрения. И, возможно, появятся какие-то памятники персонажам, которые... В силу того, что мы это делаем в бронзе и граните, то есть это на века, это должна быть некая, как бы, некое историческое повествование, чтобы люди, которые здесь живут, которые сюда приезжают, вот подошли. Вот такая небольшая аналогия. Композицию поставили, ребят с нашего двора. Ну, там же, кто знает, прочитывает, почему там Коля Расторгуев в клетчатых штанах. Ну, да, конечно. Кроссовки Adidas. На гитаре автографы реальные всех ребят основного состава. На скамейке вырезаны фамилия, имя и инструмент, на котором играет. То есть это вот сразу популяризация групп любые. Ну, да. И даже вот аккорд там правильный на гитаре Коля держит, и как бы Дуся, агрегат. Ну, это как бы, да, фрагмент истории, вот как говорят, остановись мгновением. Да, да, да. То есть это не только фотография, но и скультура. То есть когда человек, особенно приезжий, приедет, посмотрит, он же там целую историческую книгу прочтет. Хорошо, сейчас сделаем паузу. Александр Рожников, скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, у нас в гостях. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников, скульптор. И, кстати, он еще и член комиссии по наградам правительства Московской области. Так что, если хотите получить награду, знайте, кто на это может повлиять, правильно? Кто может проконсультировать. А вообще, так как вы работаете в довольно важном таком направлении, ведь когда вы делаете кому-то памятник конкретным персонажам, это тоже своеобразная такая награда в памяти о каком-то человеке. Вот ваш выбор. Вы можете, например, отказаться от какого-то заказа, когда вы посчитаете, что, ну, скажем, не то, что не сможете сделать эту работу, а у вас нету какого-то вашего человеческого желания делать? У меня был прецедент в десятых годах, но это не был государственный заказ, это был частный заказ, не буду называть кому, я отказался, потому что, а я не считаю, что вот этот человек вообще должен быть увековечен в розы. Я прекрасно понимаю, что найдется другой художник, другой скульптор, может быть, и нашелся. Но вот все последующие годы показали, что я сделал совершенно правильный выбор. То есть, прежде всего, для себя вы сделали выбор? Да, да, да. Хорошо. Не стал делать этому персонажу, будем говорить так. Чем Академия живет? Потому что Академия, напомню, Российская Академия, где художники, да, скульпторы, где все люди, которые... Ну, Российская Академия Художеств – это, на мой взгляд, и по факту, это вообще мека настоящего профессионального изобразительного искусства и научной деятельности в области искусствознания, искусствоведения и так далее. Академия... Большая она Академия? Да. Вот нас, действительно, членов Российской Академии 125 и плюс столько же членов корреспондентов – это на всю страну. То есть, для всей страны, может быть, это очень мало, ну, всего-то, как бы, там, 250, плюс почетные, там, ну, где-то по 350 человек. А какая задача Академии на сегодняшний день? Во-первых, сохранение культурного наследия в области изобразительного искусства, методичная научная работа в плане открытия новых имен, вот, может быть, забытых, не заслуженно. Да, да. Организация международных, всероссийских и даже помощь в региональных выставках. У нас в залах Российской Академии художеств постоянно проходят... Выставки региональные. Да, и мы вот, академики, члены корреспондентов, если хотим выставиться, мы встаем в очередь, там все по-честному. Вот. И так как это находится на Причистенке, дом 19, это особняк красивый, то, соответственно, центр Москвы, там постоянно проходят всевозможные мероприятия культурного плана, помимо выставок, еще и концерты камерной музыки. В галерее Зураба Церетели прекрасное место. А Академия собирает? Сам Зураб Константинович Церетели постоянно проводит мастер-классы с детьми, у него несколько детских групп, которые привозят в Академию. Помимо того, что обеспечивают всем необходимым, то есть, мольберты, холсты, краски, еще и чаем поют, сувениры выручают. Ну да, хорошо. А Академики как-то собираются, какие-то совещания, проходят встречи? Да, конечно, конечно. Пленарные заседания, это само собой. Президиум Академии собирается чаще. И бывают некоторые, так сказать, экстренные заседания, ну, допустим, по случаю каких-то важных событий. Вот сейчас Академия готовится к очередному юбилею 2024 года. Будет юбилей Российской Академии Наук, но в то время состав Академии Наук ходил и наша Академия, поэтому тут вот такой общий праздник. Да, и надо отдать должное, подобран очень профессиональный коллектив, который вот непосредственно, ну, назову так, чиновничий аппарат, но он очень профессиональный, действенные ребята. Ну, а мы, действующие академики, мы постоянно создаем произведение искусства, вот то, что нам и полагается. Вот еще такой момент. Вот ученые, я имею в виду Академия Наук, да, там тоже идут такие, ну, бои, причем друг с другом по разным направлениям, а всегда это было. А художники как? Ну, вот один скульптор так сделал, другой скульптор так сделал. Ну, вы же можете друг с другом спорить или говорить, что, ну, какие-то подковерные жигры должны существовать? В мире-то талантливых людей. Что касается меня, то я на себе как бы никогда не ощущаю, не испытывал подковерных каких-то негативных моментов. Я с глубоким уважением отношусь к старшему поколению скульпторов, вот, допустим, Асану Леонидович Рукавишников, ну, талантливший скульптор, так сказать, десятки произведений в Москве и по стране, и по всему миру, но даст всегда квалифицированный совет. Очень доброжелательный. Или, допустим, Салават Щербаков, один из ведущих скульпторов страны, то есть вот князь Владимир, это его, Гермоген его работа. Вот нужна была рекомендация, прочитал. Мы очень тесно общаемся, мы знаем друг друга, знаем то, чего стоит. Поэтому, когда к тебе относятся доброжелательно и оказывают поддержку, там, моральную, советам, даже по поводу твоих произведений, это дорогого стоит. И как-то вот, ну, не знаю, бывают моменты, когда сталкиваются, но это, как правило, чисто человеческий фактор, который не имеет отношения к искусству. Ну, всегда есть, да. Что, что называется, никакого. Да, просто человеческий фактор. Да, ну, один другому не нравится. Хорошо. А, ну, академики академиками, но растет же новое поколение, да, там, совсем молодые скульпторы, скульпторы, там, среднего возраста. А сколько у них открыта дорога в будущем попасть в академию? Что для этого нужно, чтобы стать, например, академиком Академии художественных? Ну, во-первых, для этого нужно заниматься творчеством, участвовать в выставках, и если ты профессиональный художник, значит, создавать произведения, там, выполнять... То есть имя должно быть, то есть тебя должны знать. Да, государственные заказы и так далее. Пока имени нет, ты его нарабатываешь, участвуя в выставках. Значит, выставка, вообще, это как визитная карточка. Вот сейчас говорят, что на выставке мало ходят, а туда ходят мало тому, кому это неинтересно. Ну, понятно. А вот специалисты, которые занимаются, ну, допустим, оформлением интерьеров, ну, как интерьер без живописного произведения или без станковой скульптуры? А, вот они ищут, кто бы мог им подойти. Конечно, это, во-первых, уже готовые произведения выбирать, во-вторых, как бы делают заказ на... Ну, есть некое, так сказать, направление данного интерьера. Вот туда нужен авангард. Или наоборот, вот туда нужна классика стопроцентная. Заказчик хочет именно так. Поэтому тот, кто хочет, тот востребован. Это, в принципе, и не только в изобразительном искусстве, это в любой профессии. Насколько сегодня вот в любом городе, да, художник, там, скульптор может поставить скульптуру? Или это только через заказ? То есть государство это заказ? Мы хотим, чтобы у нас там появилась скульптура, например, там, императору такому-то, вот в таком-то парке. Ну, я так сказать... Или он не может прийти и сказать, вот у меня есть шикарная скульптура, девочка на шаре, да, давайте ее куда-нибудь поставим. Ну, он обычно так и делается. Ну, как работает механизм? Я просто, как, ну, будем так говорить, профессиональный чиновник, в свое время отработавший 11 лет в Министерстве культуры Московской области, совершенно четко, как бы, говорю, что в любом деле, в любом месте, в любом городе, населенном пункте должен быть порядок. Порядок обеспечивает местная власть. Поэтому, если ты художник, хочешь в своем городе или там в каком-то городе поставить некое художественное произведение, обратись в управление культуры для начала. Либо напиши сразу письмо, приложи фотографии к голове города. Обоснуй, почему эта композиция должна быть тут и почему город без нее дышать не может. То есть в свое время... Но это когда идет от скульптора предложение? От города, когда идет? Когда идет от города, то город, как правило, объявляет конкурс. У меня, как бы, помощники, специально обученные люди, постоянно сидят в интернете, смотрят, какие города России на какую тему объявляют, конкурсы Анатолий на культуру. И если нам, как бы, интересно, мы в этом тендере не участвуем. То есть вы практически можете работать и работаете по всей стране, в зависимости от того, интересно ли вам это. Если только по всей стране, а вообще по всему миру. Вот у меня была готовая работа, портрет Петра Ильича Чайковского там на руке. У меня увидели сотрудники нашего посольства в Дании, значит, доложили послу, посол со мной связался, нашли спонсора, у меня эту работу выкупили и подарили Королевскому театру Дании. Сейчас в этом театре в холле стоит Петр Ильич Чайковский. Великий русский композитор, работа русского скульптора. Вот очень хорошо. Как приходит идея создания скульптов? Вообще я слежу за политической обстановкой, за культурной жизнью. Ну вот, что касается культурной жизни, 400 лет Люберцем, это вот памятный знак, фигуративный, именно со знаковыми лицами, чтобы подрастающее поколение знало, кто приложил руку, силы к формированию нашего городского округа, в частности, славного города Люберца. Что касается, так сказать, политической ситуации, ну вот... Ну понятно, да. А кроме политической еще... Ну просто, например, вы можете, навеяло вам что-то песни, стихами, что-нибудь лирическое, романтическое? Давно ждет композиция, так сказать, своего места. Я планировал на Наташинских прудах. Вот сейчас мы ее еще раз восстановим. Там композиция называется «Первый поцелуй». Там мальчик с девочкой тянутся, значит, на неком шлейфе, который развиваясь, формирует сердце. То есть очень красивая композиция. Она уже вот, она готовая. Ее бери, увеличивай, отливай в бронзи и устанавливай. Потому что на Наташинских прудах очень мало фотозон. А вот если поставить напротив колеса обозрения, справа останется некая трибуна, слева будет сцена, ее здесь поставить, там замкнется эта площадь, место постоянно солнцем освещенное. То есть там фотографироваться просто будет... То есть как раз удобно, да-да-да. И получается память все время в работе. Да. Скульптура. Вообще я люблю делать интерактивные композиции. Вот буквально вчера у меня была инициативная группа в мастерской. Два наших депутата, Сергей Черкашин и Александр Мурашкин, плюс сын Александра Барыкина, Георгий. У нас же есть улица Александра Барыкина. В феврале ему исполнилось бы 70 лет. У нас туда напрашивается композиция нашему прославленному, известному композитору и исполнителю. И уже есть идея, обязательно велосипед, обязательно букет. То есть это вот... Кстати, ведь есть разница между памятником и скульптурой или нет? Есть разница между памятником и городской скульптурой. Ага, вот это разница. Даже если городская скульптура изображает... Вот, допустим, ребят с нашего двора, это городская скульптура. Там прижизненное как бы изображение Николая Расторгуева... Он долго, но все-таки дал согласие, чтобы мы его, так сказать, увековечили таким образом. Вот. А памятник – это некая статичная вещь. Монументальная. Да, городская скульптура. Вот памятник Чайковскому, который я делал для Клина, он выполнил как бы в стиле памятника. Но мы так продумали композицию, что это низкий постамент, и при желании можно подняться и сесть на скамейку рядом с Петром Ильичем. Но так как он... Тогда это получается уже вроде как городская скульптура. Так как он полуторанатурный, то любой человек, который присел рядом, на фотографии видно, ну вот кто Чайковский, и кто ты. Но в любом случае у нас вот эта тяга сфотографироваться с Великим, ее нужно поощрять. Потому что в таком случае памятник живет. И он транслируется везде. Понятно. Спасибо вам огромное, Александр Рожников, скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, который не раз уже у нас был и наверняка придет еще, потому что много у него направлений в жизни всяких разных. Да, Александр? Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо вам, что приглашает. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин